Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы сегодня приступаем к рассмотру лекции на тему социальные изменения и рассмотрим, что же это за социальные изменения, что это за феномены гомогенизации и унификации. Это последняя наша лекция в данном цикле. И для удобства работы мы перейдем к слайдам. Итак, у вас на экранах план, по которому мы будем работать, теории макросоциологических изменений, эволюционные, революционные, социальное развитие, социальный прогресс, гомогенизация и унификация. Социальные процессы разворачиваются во всех сферах общественной жизни, и затрагивают все существующие социальные образования. Но нужно сказать, что они различаются по ряду показателей. И здесь мы можем выделить четыре вида социальных изменений. Это структурные, процессуальные, функциональные изменения в духовной сфере. Социология анализирует различные типы социальных изменений. Эволюционные, революционные, краткосрочные, долгосрочные, организованные или стихийные, насильственные или добровольные, осознанные или неосознанные. Изменения могут происходить на уровне индивидуи, на уровне организации, института. И среди многих макросоциологических теорий различают три группы. Это прежде всего социокультурные изменения, то есть изменения в социокультурной сфере, в мировоззрении, в религиях, в системе ценностей. Далее, индустриально-технологические. И здесь речь идет прежде всего об изменениях в технологическом, материальной сфере, в сфере производства. И следующая группа — это социально-экономические изменения. Но речь идет об экономическом развитии. Далее. Под эволюционными понимаются постепенные, плавные, частичные изменения общества, которые могут охватывать все сферы жизни. Эволюционные изменения нередко принимают форму социальных реформ, которые предполагают поведение различных предприятий по преобразованию тех или иных сторон общественной жизни. Эволюционные концепции объясняют социальные изменения в обществе эндогенными или экзогенными причинами. Так вот, согласно первой точке зрения, происходящие в обществе процессы рассматриваются по аналогии с биологическими организациями. Экзогенный подход представлены, в первую очередь, теорией диффузии, то есть просачиванием культурных образцов из одного общества в другое. Это становится возможным благодаря проникновению внешних влияний. Ну, сюда мы можем отнести завоевание, торговля, миграция, колонизация. И любая из культур в обществе испытывает на себе влияние других культур. Мы говорили об этом на прошлых занятиях. В том числе и культур завоеванных народов. Этот встречный процесс взаимовлияния и взаимопроникновения культур называется в социологии оккультурацией. Эволюционные изменения — это частичные или постепенные изменения. Они осуществляются как устойчивые и постоянные тенденции к увеличению или уменьшению каких-нибудь свойств, качеств, элементов различных социальных систем. И в связи с этим мы можем говорить о восходящей или нисходящей направленности. В XX веке ученые отошли от представления линейности эволюции. И в ходе эволюции мы обычно выделяем два процесса. И первое — это формирование инноваций, то есть процесс зарождения, появления новых качеств в системе. И второе — отбор инноваций. Это процесс, вследствие которого сохраняются одни инновации и отбрасываются другие. И таким образом инновация, посмотрите, вот у вас на мониторах, это комплексный процесс создания, распределения или использования какого-либо нового средства для удовлетворения социальных или индивидуальных потребностей, а также сопряженные с этим новшеством изменениям в социальной и вещественной среде. Далее. Под революционными понимаются быстрые, в сравнении с эволюцией, всесторонние коренные изменения общества. Революционные преобразования носят скачкообразных. И они представляют собой переход общества из одного качественного состояния в другое. И в социологии принято выделять три подхода к определению революции. Первый подход делает акцент на масштабности и радикальности изменений. Революция в этом случае неожиданные, радикальные изменения в политической, экономической, социальной структуре общества. Второй подход делает акцент на насильственности производимых изменений. И революция в этом смысле фундаментальные социально-политические изменения, которые осуществляются насильственным путем. Третий подход делает акцент на предпосылках и обусловленности. В этом случае революция – это захват насильственными методами государственной власти, лидерами массовых партий и последующее использование ее для проведения крупных реформ. Если обобщить все концепции, то можно выделить характерные особенности революционных изменений, то есть то, чем они отличаются от эволюционных. И здесь мы можем говорить о том, что, во-первых, они задрагивают самые основы общества, во-вторых, эти изменения стремительны, и, в-третьих, как правило, эти изменения носят насильственный характер. Далее нужно отметить, что отношение к социальной революции в социологии и вообще во всех общественных науках неоднозначны. Приведем, к примеру, взгляды марксистов. Они рассматривают революцию как закономерное и прогрессивное явление в истории человечества. Они считают, что революция – это локомотив истории, что это высший акт политики, что это праздник угнетенных и эксплуатированных и так далее. Среди не марксистских теорий необходимо выделить теорию социальной революции Петерима Сорокина, американского социолога. И, по его мнению, ущерб, наносимый революциями, всегда оказывается большим, чем вероятная польза. По той причине, что революция – это болезненный процесс, и он оборачивается тотальной социальной дезорганизацией. Приведем, к примеру, теорию циркуляции Лид Паретта. А революционная ситуация создает деградацию Лид, которые находятся у власти, и слишком долго не обеспечивает нормальную циркуляцию, то есть замену на новую Лид. Теория относительной депривации объясняет возникновение социальной напряженности в обществе, разрыва между уровнем запросов людей и возможности достижения желаемого. И это тоже приводит к появлению социальных движений. И еще одна теория модернизации рассматривает революцию как кризис, возникающий в случае, когда процессы политической и культурной модернизации общества осуществляются в разных сферах жизнедеятельности неравномерно. Ну, нужно сказать, что в последние годы социологи все больше внимания уделяют циклическим социальным изменениям. Циклами называют определенную совокупность явлений, процессов, последовательность которых представляет собой кругооборот в течение какого-либо промежутка времени. И конечная фаза цикла как бы повторяет первоначальную, только в других условиях и на другом уровне. Среди циклических процессов принято выделять изменения по типу маятника, волновые движения и спиралевидные. Первые, по типу маятника, считаются наиболее простой формой циклических изменений и примером здесь может служить периодическая смена у власти консерваторов или либералов в некоторых европейских странах. В качестве примерно волновых процессов мы можем привести цикл техногенных инноваций, которые достигают своего волнового пика, а затем идёт на убыль, как бы затухать. И самым сложным из циклических социальных изменений является спиралевидный тип, по той причине, что он предполагает изменения по формуле повторения старого на качественно новом уровне. И он в некотором смысле характеризует социальную преемственность различных поколений. Здесь вспомнить нужно диалектику. Социологи и культурологи выделяют циклические процессы, которые охватывают целевые культуры и цивилизации. Такой наиболее яркой теорией является циклическая теория, которая создана российским социологом Данилевским. Все культуры он подразделяет на неисторические, то есть те, которые не способны быть подлинными субъектами исторического процесса, которые не способны создавать самобытную цивилизацию. И исторические, то есть те, которые создают особые, своеобразные культурно-исторические типы. В своем классическом труде «Россия и Европа» Данилевский использует исторические и цивилизационные подходы к анализу общественной жизни. Он выделяет 13 культурно-исторических типов общества. В основе вот этого выделения самобытных цивилизаций он выделяет четыре главных элемента, которые между собой сочетаются. Это религия, культура, политическое и общественно-экономическое устройство. При этом каждые из цивилизаций, из которых он выделяет, проходят в своем развитии четыре основные фазы, которые, условно говоря, можно назвать зарождением, становлением, расцветом и упадком. Позднее его английский последователь Арнольд Томби в своей книге «Постижение истории» несколько модернизирует вот эту циклическую модель исторического процесса. И Томби считает, что мировые религии, а именно буддизм, христианство, ислам, объединяют в единый процесс развития отдельных цивилизаций. Динамику исторического процесса он связывает с действием закона вызова и ответа. И согласно вот этой теории, общество развивается благодаря тому, что адекватно отвечает на вызовы, которые складываются, которые делает история. И Томби выступает противником технического детерминизма и видит развитие общества в прогрессе культуры. К циклическим теориям можно отнести социокультурную динамику Петерима Сорокина, вышеупомянутого, и в своей теории он дает такой пессимистический прогноз развития современного общества. И нужно сказать, что сегодня, в настоящее время, социологи подвергают критике представления о однолинейном характере социальных процессов. Почему это происходит? Потому что общество изменяется самым неожиданным образом, считают социологи. И это происходит тогда, когда прежние механизмы уже не позволяют социальной системе восстановить свое равновесие, а инновационная активность масс не укладывается в рамки институциональных ограничений. То есть это вот тот самый момент, когда общество оказывается и пред выбором дальнейшего варианта своего развития. вот такое раздвоение или разветвление связано с состоянием хаоса в обществе, и такое состояние принято называть социальной бифуркацией. То есть этот термин подразумевает под собой некую такую непредсказуемость общественного развития. В современной социологии утверждается точка зрения, согласно которой исторический процесс в целом и вообще переход из одного, приход общества из одного состояния в другое всегда предполагает много вариантов, да, всегда предполагают альтернативы общественного развития. И социология выделяет социальные и культурные изменения, которые происходят в современных обществах. Какие это изменения, прежде всего? Это возникновение новых социальных групп, новых слоев и классов. Кроме того, это уменьшение места, роли и численности старых слоев. Далее, это изменения в области социальных связей, да, например, меняется характер взаимоотношений во власти, в лидерстве. Вот мы говорим о многопартийности, да, на прошлом занятии обсуждали. Изменения в области телекоммуникации, мы говорим, вот, мобильная связь, интернет и так далее. И также мы имеем в виду изменения в активности граждан, да, мы говорим об активности предпринимательства, например. Также к социальным движениям можно отнести и культурные изменения, и среди них в первую очередь мы можем говорить о материальных и нематериальных ценностях, да. По-разному проявляют себя идеи, верования, навыки всевозможные, ну и социальные и политические нормы. К примеру, мы можем говорить о возрождении древних традиций и обычаях. Принятие, может быть, их даже на уровне законодательном. Далее. С проблемой социальных изменений тесно связано понятие социальное развитие и социальный прогресс. Под социальным развитием понимается такое изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных отношений, появлению новых институток, появлению новых ценностей. К социальному развитию присущи три характерные черты. Необратимость, которая означает постоянство процессов накопления качественных перемен. Второе. Направленность, то есть речь идет о тех линиях, на которых совершается это накопление. И закономерность, то есть не случайный, а необходимый процесс накопления данных перемен. Социальный прогресс предполагает такую направленность социального развития, для которого характерен переход от нижних форм к выше, от менее совершенных к более. В целом, под социальным прогрессом понимается совершенствование социального устройства, общества и улучшение условий жизни. Процесс противоположный прогрессу называется регресс, и он означает возвращение к предшествующему уровню развития общества. И если прогресс рассматривается как глобальный процесс, который характеризует движение человечества на всем протяжении общественного развития, то регресс – это процесс локальный, и он задрагивает отдельные общества в исторически небольшом отрезке времени. социологии для определения прогрессивности того или иного общества обычно используют два наиболее общих критерия. Это уровень производительности труда и благосостояния населения и степень свободы личности. Но в последнее время социологи высказывают точку зрения, точку зрения о необходимости критерия, который отражал бы духовно-нравственные, ценностно-мотивационные аспекты экономической и социально-политической деятельности людей. То есть мы можем говорить о том, что сегодня социологи выявляют третий критерий социального прогресса – уровень нравственности в обществе, который может стать интегративным критерием социального прогресса. В завершении данного вопроса мы можем сказать, что современные теории прогресса обращают внимание на то, что для спасения цивилизации необходима человеческая революция в форме изменения отношения человека к себе и другим, становлением культурного универсализма. Перспективы развития современной цивилизации будут позитивными только в том случае, если в центре внимания в новом веке окажутся не машины, а люди. Перспективными могут быть признаны такие изменения, которые способствуют подлинной гармонии между личностью и обществом и природой. Ну и далее. Казалось бы, прогресс политического развития очевиден, и скоро в мировом масштабе будет создано общество всеобщего благоденствия, в котором отсутствуют антагонизмы, социальные противоречия, непонимания. Но критическое мышление заставляет усомниться в скором наступлении так называемого земного врая, потому что проявляется такой феномен, как гомогенизация. И политическая практика отчетливо обнажает унификацию такого процесса, который ослабляет вот такую внутригрупповую коммуникацию. Унификация не позволяет социальным группам, ранее занимавшим устойчивое положение в социальной системе, оставаться силами политической трансформации. В результате унификации происходит исчезновение четкого видения ранее устойчивыми социальными сообществами политических целей и ориентиров развития. Складывается ситуация, когда необходим поиск выгодных форм группового взаимодействия. И это приводит к автоматизации социума, когда нарастает социальная разобщенность, политический нигилизм, и в результате этого появляется массовое безликое общество, общество, которое состоит из унифицированных людей. И такое общество подвержено воздействием извне и страху за свое будущее. Это общество может быть раздавлено господствующим меньшинством. Данные процессы и их последствия очень ясно изложены в концепции одномерного человека Гельберта Маркузе. И в трудах также американского исследователя Рисмана, который рассматривает современный социум и вводит понятие из вне ориентированной личности. И он говорит, что современная социальная среда как раз состоит из таких личностей. И Рисман отмечает, что поведение из вне ориентированной личности определяется не традициями, не принципами, а всевозможными влияниями моды, системой связи. То есть личности обезличены, стандартизированы, и они являются объектами манипулирования. Они чувствуют себя дезориентированными, опустошенными. Они апатичны, часто циничны. И для них характерен конформизм, не критическое следование мнением и стандартам. И они, в общем-то, есть суть массового сознания, и они очень легко поддаются влиянию. То есть человек уже не может ответить на важные самоидентификационные вопросы. Что это за вопросы? Какие группы и слои он признает своими или чужими? Какое место он занимает в системе социально-политических отношений? Ну и так далее. И когда происходит утрата вот этих стереотипов, когда происходит утрата привычных норм и представлений, то новые группы стремятся построить новые сообщества. Но вот эти сообщества, они не приспособлены. Они ещё более способствуют дезориентации. И вот эти новые сообщества, они, в общем-то, и представляют опасность, поскольку являются маргинальными. Мы сами обсуждали на прошлых занятиях, что маргиналы — это как раз благодатная почва для всевозможных волнений, для всевозможного общественного хаоса. Вот появляется такое новое массовое общество, и оно позволяет политикам забыть о том, какие они ставят задачи, о эффективности принимаемых решениях. Да, потому что общество дезориентировано, да, потому что оно деморализовано, оно находится в полном подчинении, и с ним можно делать всё, что угодно. Очевидным становится и то, что процесс иррационализации политики ведёт к выдвижению на первый план патримониальных ценностей, инстинктов, эмоций, которые вызывают примитивизацию поведения индивидов. Ещё Лебан в XIX веке по этому поводу писал. Человек, так же как и животное, склонен к подражанию. Подражание – это потребность при условии, конечно, если не обставлено затруднением. Именно эта потребность и обусловливает могущественное влияние так называемой моды. Кто же посмеет не подчиниться её власти? Всё равно касается ли это мнение, идея, литературных произведений или просто одежды. Управляют толпой не при помощи аргументов, а лишь при помощи образцов. Во всякую эпоху существует небольшое число индивидов, внушающих толпе свои действия, и бессознательная масса подражает им. Но эти индивиды не должны всё-таки слишком удаляться от преобладающих в толпе идей, иначе подражать будет трудно, и тогда всё их влияние сведётся к новой. Всё большей популярностью в унифицирующемся социуме пользуются политики радикала, говорящие о необходимости изменения механизма перераспределения, чувстве национальной гордости и обособленности в борьбе за сохранение религиозных ценностей и так далее. Мы можем сказать, что мир уже на протяжении нескольких десятилетий стоит на пороге социальной трансформации. И одной из причин этой трансформации является процесс социальной унификации общества. Внешний вид этой трансформации вполне гуманен, но её внутреннее содержание способно стать как умиротворяющим началом для развития общества, так и угрозой его будущему. Уважаемые студенты, это всё, что касается данной лекции. Более подробно об этом мы поговорим с вами на вебинаре. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok